Дайте, пожалуйста, яркий пример уголовного права в Торе более справедливого, чем в современной юриспруденции. От своих учителей, а именно от Равлия Аудискина, я слышал прекрасный пример ответа на этот вопрос. Итак, человек проворовался в современном мире, украл. Как правило, это происходит, никто не выбирает изначально быть вором. Ну, возьмем, например, раскулаченных в Советском Союзе. Они воровали, многие из них, потому что им просто физически не было что поесть. И их за это ссылали, расстреливали тех людей, которые уже не были кулаками, были просто людьми без всего. И есть много историй на эту тему. И когда они попадали в тюрьмы, они становились кем? Поханами они становились главами преступников. Через какое-то время они уже получали, как говорит Равлия Аудискин, диплом вора, поскольку никакого другого средства к существованию им не оставили. В Торе же мы находим, что человек, который украл, и у него нет средств для того, чтобы вернуть украденное. Его продают в рабство к тому человеку, которого он обворовал. И этот человек обязан содержать его, его семью, его детей. Он имеет нормальные условия, он не находится, не содержится вместе с преступниками. Он живет у человека и отрабатывает у него 6 лет, на седьмой выходит. То есть наказанием за его воровство не университет для воров становится, тюрьма. А место, где он реально может исправиться и исправить свой грех. Редактор субтитров А.Семкин